Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы поменяем салонный фильтр. Данная операция подходит для машин первого поколения S60 S80. Для снятия старого фильтра нам необходимо отодвинуть пассажирское сидение назад, что-нибудь постелить, встать на коленочке перед машиной, открутить два торкса, которые держат декоративную, крепят декоративную панель. После этого мы снимем панельку декоративную и доберемся до корпуса фильтра. Внизу корпус фильтра закрывается крышкой на четырех торксах, крышечка снимается, фильтр извлекается. Ну поехали! Очень извиняюсь за качество съемки, но здесь реально тяжело водрузить камеру и еще что-то делать, поэтому все на вытянутых руках. Итак, мы добрались до корпуса, сейчас я вам его покажу. Вот у нас корпус, снизу прикреплена крышка четырьмя торксами, выкручиваем их и добираемся до фильтрующего элемента. Пришлось отключать и убирать камеру, так как на вытянутых руках было невозможно мне дотянуться и снять вот эту крышку до конца. То есть ближайшие сюда болтики я выкрутил, а дальние болтики пришлось использовать вот такой коротенький торкс, длинным не подлезть. Но тем не менее, все можно подлезть и открутить. Сейчас извлекаем фильтр. Вот здесь стоял такой фильтр, извлекаем его. Так, ребят, фильтр на этой машине стоял неправильно. Это был фильтрон, вот он, еще раз я его кладу. Это был обыкновенный бумажный фильтрон, и он стоял в отсеке. И он стоял в отсеке для угольного фильтра, но это простой бумажный фильтр. Я вам покажу. Вот такой вот он в оригинале. Вот он беленький, красивенький, очаровательный. И он должен стоять в отсеке ближнем к пассажиру, ближе к нам. Дальше туда, к мотору, в тот отсек дальний, он более большой. Туда вставляются угольные фильтры. Бумажный же ставится сюда. Так вот, в этой машинке фильтр стоял неправильно. Фильтр должен стоять, вот этот вот фильтрон бумажный, в первом от нас отсеке. Вот он. Очень-очень, очень-очень плотно вставляется. Вот его, вот его родное место. Сейчас он затянется, подтянется крышкой, и будет правильно стоять, и все. Там он просто болтался. Была установка неправильная на этой машинке. Делаю на это особый акцент. Сейчас я опять камеру уберу, наживлю болтики. Болтики, а там дальше уже подтянем. Специально хочу вам показать. Вот сейчас фильтр стоит в своем месте. А тот дальний отсек доугольных, видите, как он плотно стоит? Вот его настоящее место для бумажного фильтра. Итак, фильтр установлен на место. Крыжечка плотно поджалась. Фильтр создает такой натяг в этом месте. И поджимается крышкой уже в натяг. Буквально там миллиметра может быть 4, 3. И он выступает, и как раз крышечка его вдавливает. Опять повторюсь, на этой машинке угольный фильтр ставится ближе к мотору в отсек. А в отсек ближе к пассажиру сюда ставится обыкновенный бумажный фильтр. Теперь хочется немножечко рассказать о фильтре. Фильтрон, который я использовал при данной замене. Значит, фильтр этот очень даже неплохой. Деньги свои 400 рублей. Он отрабатывает сполна. У этого фильтра, на мой взгляд, есть один очень хороший плюс. И есть один очень хороший минус. Плюс это то, что он идеально повторяет все размеры. Геометрия у него сделана на высочайшем уровне. Он встает вот прямо как влитой туда свой отсек. Что угольный, что вот этот бумажный. Я ставил и те, и те фильтры и был всегда очень доволен именно постановкой. Из минусов, но сейчас это больше подойдет для угольных фильтронов. Из минусов у него, на мой взгляд, такой вот, может быть, незначительный минус. Но я чувствую намного больше запахов с фильтроном по сравнению, если, например, стоял бы оригинал. Не знаю, почему так происходит. Кто-то жмет плечами и говорит, что я все выдумываю. Кто-то соглашается со мной. Но это вот сугубо такое вот мое, чисто вот мое мнение личное. Я тут ничего не навязываю. Запахов я действительно больше чувствую с фильтроном. Но парируя вот этот вот минус, сразу же скажу, что фильтрует он очень-очень хорошо. У вас не будет ни пыльцы, ни пыли, ни тополиного пуха для аллергиков в машине. Машина будет чистенькая. Отфильтровывает он хорошо. И самое главное для меня, что с этим фильтром дышится хорошо, легко. Ну вот как бы все. Сейчас устанавливаем декоративную панель обратно. И на этом заканчиваем наше такое мини-обслуживание. Ну что ж, дорогие друзья, работы по замене салонного фильтра завершены. Теперь в машинке будет дышаться легко, воздух будет чистым. Спасибо вам, дорогой зритель, что были со мной. Легких-легких вам ремонтов. Всего хорошего. До новых встреч. До новых встреч.